Проблема дефицита мест детские сады общероссийского масштаба и ее корни уходит в середину 90-х, безвременнее, когда здания детских садов бездумно продавались и отдавались в аренду. Сейчас власти пытаются лихорадочно решить эту проблему. На прошедшей неделе в Новосибирске на площадке строящегося детского сада прошло рабочее совещание с участием представителей профильных управлений мэрии. Чего новосибирским родителям ждать в перспективе? Миша появился на свет в декабре 2010-го. Родители, наученные горьким опытом друзей, сразу же внесли сынишку в многотысячную очередь на место в детский сад. Когда мы вообще стали в принципе на очередь в детский сад, мы были 9918-е. На конец 2014-го года мы 917-е. Малышу недавно исполнилось 4, но приглашения в детский сад он пока не дождался. При этом потребность в общении со сверстниками Миша проявляет с полутора лет. Поэтому Татьяна отправила сына в частное дошкольное учреждение. Цена вопроса 10 тысяч в месяц, которые пока удается выкраивать из семейного бюджета. Мы надеялись, что вот этот груз с нас упадет уже вот-вот. Мы думали, что мы уже попадем, когда осенью были вот эти наборы. Но не попали. Сейчас ждем, получается, следующей осенью. К нам в редакцию неоднократно обращались родители, которые годами стоят в очереди, с просьбой помочь разрешить как-то ситуацию. Почему нельзя взрослых перевезти в другие здания, а детям отдать то, что для них было изначально предназначено. Несколько лет назад популярный новосибирский телегид провел собственное расследование. Пытливый журналистский ум тогда развенчал миф о том, что садами, распроданными в лихие 90-е, владеют только коммерсанты. Половина из этих бывших детских садов занимают те же муниципальные службы, федеральные службы, те или иные властные учреждения. Скажите, пожалуйста, в этом здании находится детский сад? Я не знаю этой ситуации, потому что я, когда пришла сюда работать, здесь уже было вот так вот было. А вы дома работаете? Три года здесь. Скажите, пожалуйста, как долго здесь уже нет детского сада и отдел образования находится? Ну, вы знаете, достаточно долго мы уже здесь. В то время у нас потребность в детских садах уже не была такой большой, как в советские времена. Отсутствие потребности было напрямую связано с так называемым русским крестом. Нелицеприятной демографической правдой образца 1992-го, когда смертность в России превысила рождаемость. Страну сняли с этого креста только спустя 20 лет. В 2012-м рождаемость в регионе наконец-то пришла к финишу первой. Но у этой медали была и оборотная сторона. В Новосибирске еще острее прочувствовали проблему дефицита мест в детских садах. На сегодняшний день у нас 8700 детей с 3 до 7 лет зарегистрировано в очереди. Мы предполагаем, что у нас еще такое же количество примерно с двушек перейдет. Ликвидировать недетские очереди – задача не просто принципа. На одном из заседаний правительства Дмитрий Медведев уверенно заявил, к 2016-м 100% дошколят в возрасте от 3 до 7 получат свои места в детских садах. Теперь властям приходится спешно строить новые садики. Все 14 детских садов, общее количество мест 3345, должны быть сданы в 2015 году. А расчеты по большинству из них мы будем проводить в 2015, но и в немалой степени в 2016 году. У нас достаточно напряженная ситуация с бюджетом. Дефицит бюджета для строительства 14 детских садов, то, что необходимо для выполнения программы, составляет миллиард 100 миллионов рублей. Еще один способ раздобыть места для детей – вернуть в муниципальную собственность сады, потерянные в конце прошлого века. Таких зданий порядка 20 реально, которые можно будет в период последующих лет все-таки вернуть. В какой период? Это вот я беру уже теперь, включая 2018 даже год. Потому что все будет зависеть от финансирования. Проблема дефицита мест нередко становится предметом политических спекуляций. Например, в одном из конкурсов по строительству детского сада в Ленинском районе от подрядчика требовалась сдача объекта под ключ, установка кондиционеров, сигнализации, утюгов и прочего. По мнению активистов Народного фронта, это ограничило конкуренцию. При этом к сумме подряда вопросов не было, поэтому в мэрии эти претензии сочли необоснованными. Естественный прирост населения в прошлом году в области увеличился почти в два раза в сравнении с 2012. Снизилась и младенческая смертность. Это, с одной стороны, открывает перед регионом новые перспективы. С другой – маленьким новосибирцам нужно все больше мест в детских садах. Путь к ликвидации очередей будет непростым, но эту дорогу оселит идущий. С 2011 года мы построили в городе 49 детских садов. Мы создали почти 15 тысяч новых мест. В семье Торопиных тоже надеются, что маленький Миша, да более похожий на премьер-министра, скоро пойдет в муниципальный детский сад. Я хочу ходить в большой детский садик, потому что это вещь качели. Миша, да более похожий на премьер-министр.